Добрый день! Сегодня 8 февраля 2024 года. Я решила не выводить в отдельный ролик продолжение «Что во мне не так?», потому как это коротенькая реакция девочки на ситуацию, которая была описана в последнем письме. Я хочу отдельный ролик сделать, но вместе с другим комментарием, потому как я не смогу выйти на стрим в наше обычное время в пятницу завтра, поэтому я что-то буду публиковать с тем, чтобы вопросы ваши все равно отвечались. Добрый день, любимая Галина Никитична! Добрый день, моя дорогая! И я хочу вам показать разницу, как люди по-разному реагируют на мои комментарии, даже если они не только слух не порадовали, но как-то еще обидели. Вот, любимая Галина Никитична, потому что человек благодарен, многому здесь научился, и даже когда я говорю неприятные вещи, это ее не превращает в хамку. А письмо, которое я сегодня опубликовала, это по поводу того, что мы напишем в спортлото. Кстати, для молодых наших слушателей, которые вдруг не узнали эту строчку, вы можете послушать песню в исполнении Владимира Высоцкого. Вы ее легко-легко найдете. И текст я поместила, потому что девочка спросила, чего-то у меня тоже с памятью не могу вспомнить, откуда это. Видимо, вы родились уже позже, и Высоцкий не стал вашим автором. Так вот, девочка, после того, как она мне написала вот это письмо, по которому я сделала ролик, я ей объяснила, извините, но это не моя вина, что вы не зашли в плейлист для новичков. Там я четко говорю, что я не удаляю залитых на канал роликов. И она мне пишет одно слово «удаляй». Ребята, я уже бабушка, я намного вас старше. Будьте любезны, разговаривайте со мной вежливые. Не надо демонстрировать свое хамство. Это же на себя не уважать. Вот так по-разному люди реагируют. Вот наша девочка реагирует, любимая говоришь на «да моя ты лапочка». Я очень ценю, когда человек может нормально и критику тоже принимать. И смотрите, что она нам пишет. Хочу пояснить некоторые моменты, с вашего позволения. Да, конечно, мои дорогие. Постараюсь кратко. Можно не кратко, можно столько, сколько получается. Вы помните, почему вы не выходили замуж за лыри три года? Не просто помню, я несколько раз про это говорила. Потому что вы умеете считать деньги. Да-да-да, даже когда в вашей жизни все хорошо, зачем тратить лишние денежки? Но вы могли жить с ним, потому что у вас в стране совсем другой статус. Да, у меня был статус такой, при котором я не лишалась никаких благ, проживая с другим мужчиной. И вы умеете считать деньги. Да. А теперь представьте, чисто теоретически, США вам оплачивает квартиру и пенсии 2000 долларов. И медицинскую страховку, как у Давид Джеймса. Да-да-да, мне только квартиру не оплачивали, а вам там оплачивает еще и квартиру. Теперь вы переезжаете к лыри в качестве подруги, не жены. В США все равно, что вы не вышли замуж. Вы живете с мужчиной, значит, вам больше не положено ни квартира, ни пенсия, ни страховка. Вы еще не знаете, сложится ли у вас или нет. Если нет, то вы на улице. Вы бы стали рисковать. Я написала теоретически, чтобы как-то объяснить, почему мне это непросто. С уважением имя. Да, моя золотая, я тоже обычно так и делаю. Если человек меня не понимает, я его ставлю в эту ситуацию, как вы сделали. Вот вы прям педагог-педагог тоже. И говорите, вот ситуация, как вы в ней прореагируете. Да, безусловно, мы бы продолжали встречаться. И я бы жила в своем жилье до тех пор, пока мне не исполнилось бы 65. И я бы не сдавала это жилье. Потому что я не хотела вот это, вот это потерять. Хотя никаких сомнений в этом мужчине у меня уже не было. Просто лишилась бы того-того-того. И вы точно в такой же ситуации. Но я вам написала на это письмо. И девочки ниже написали, что можно развивать с мужчиной отношения, проверять, ездить к нему на выходные, вместе в отпуск пытаться уехать. Хотя говорят, что в Германии все это сложнее, чем в других странах. Мы даже в травмборе постучали с некоторым людям. А они говорят, я боюсь потерять бесплатные курсы. Мне очень не нравится тот уровень, на котором я нахожусь. Потому что в Украине мы получали значительно больше. И мы привыкли к другому уровню. И привыкли путешествовать. Но будем ждать, потому что мы лишимся того-того-того. Или уже язык выучим так, что я и без курсов могу обойти. То есть оно же было не про то, что все бросайте и уезжайте. А про то, что не надо мужчине говорить. Я не переезжаю просто так. А объясните ему на пальцах, что лапулечка моя, у меня вот такое положение. И если я переезжаю к тебе, я этого, этого, этого лишаюсь. А вы почему-то не захотели ему это говорить. И потом, что ну ты же не женишься на мне завтра. Мы же должны оба понять, что мы сделали правильный выбор. Давай будем находить пути, как нам развивать отношения. Час езды для Германии, где такие скоростные дороги, значительно быстрее можно ездить, чем у нас здесь. У нас самая большая скорость, при которой можно ездить, это 75 миль. 75 миль я когда-то считала не то 113, не то 123. Я пересчитаю и напишу тут. Одна миля это 1600 метров. Скажу, какая у нас большая скорость. А в Германии там выходите на этот автобанк. И прийти с любой скоростью. Не знаю, есть ли он между вами, но все можно порешать. Самое главное, чтобы было желание. Но если мне правильно помнится, он не совсем откликнулся в сердечке. Поэтому, может быть, вы легко так ему сказали, что я не уезжаю со своей территории. То есть нужно для себя решить. Либо вы развиваете отношения с любым мужчиной, который вот в доступном расстоянии находится. Либо здесь написать. В этом городе ищу. И мужчина, когда в три встречи, говорит, а что ты там-то, а вы говорите, ну у меня вот такие условия. А может вам попадется такой человек, который скажет, да брось ты на эти условия. У меня вот замок, я тебя забираю, я тебе обещаю. Мы подпишем бумаги, что если не сложится, я тебе всю эту сумму выплачу, которую государство платит. И такое же тоже бывает. Позвольте в своей жизни свершаться чудеса, моя хорошая. Пусть все будет самым лучшим образом. Этот комментарий у нас полежал значительно подольше, хотя он был по поводу письма вот этой нашей героини, когда ее очень коробил вопрос по поводу занятости. Кем вы работаете? Вот она отвечает. Миленочка наша, смотрите каждый раз, когда вам задают неудобный для вас вопрос. Подумайте, хотела бы я задать такой же вопрос интересующему меня мужчине. Вам же не все равно, кем он работает, почему он развелся, сколько раз был женат, как долго и тому подобное. Да, да, еще раз да. То есть, если вы оставляете за собой право мужчине такие вопросы задавать, значит, и сами такие вопросы воспринимаете как норму. Он меня вот про это спросил. А я бы его спрашивала. Да, ну может быть не в эту встречу, но все равно бы к этому вопросу вернулась. Вот такой вопрос я задавайте. Начало нашей переписки с моим самым любимым супругом напоминало скорее допрос у следователя с обеих сторон. Так тоже бывает. И к этому тоже нужно отнестись нормально. Как хорошо, что мы в первую встречу все вопросы очень неудобные друг другу задали. И будем делать вывод, стоит ли нам встречаться второй раз. И мое первое письмо к нему заключалось только из одного вопроса. И второе. Сколько лет он был счастлив в браке и какая причина развода. Молодец. А он подумал, эта женщина здесь не для того, чтобы в игры играть. Какая вы молодец. Я тоже советую, когда в переписке, задавать по одному вопросу и самой на него отвечать. Мы про это говорили в номерных уроках. Ролик называется «Стандартные письма». То есть, вот этот вопрос я вам задаю. Вот мой ответ на этот вопрос. Виолетта нам пишет. Галина, вопрос. Пошла на один сайт. Начали писать, как из рога изобилия. Ой, как хорошо. Кандидаты, которые стали писать золотые, что не человек, то кандидат наук или хозяин бизнеса в IT. Или инженерии, строительстве. Возраст тот, что мне нужен. Загребая обеими руками, что называется, не выбрать даже. И фото у всех душевные. Такие честные, теплые. С детьми, из домашней жизни и тому подобное. Но пока были в 90% кандидаты либо из Южной Америки или Китая. Но правила у нас жесткие. Первое сообщение читаешь, второе уже платно. А на следующий день после регистрации и мое первое сообщение люди не могут прочитать. Оплатить нет возможности из-за блокировки карт. Да и цена немаленькая. Первый месяц 29 евро со скидкой. Второй месяц уже в два раза дороже за каждый месяц. Что же делать? По поводу того, что мужчины из Китая и Южной Америки нас это нисколько не пугает. Потому как у нас есть леди, которые вышли замуж за китайцев. И раз прекрасненько там живут, самое главное выбрать правильного мужчину. У вас такой бухет, что есть из кого выбирать. По поводу того, что правила на сайте жесткие. Вы, пожалуйста, напишите нам этот сайт. Может быть, люди про него знают и скажут, что это такое, с чем его едят. По поводу того, что нет возможности оплатить из-за блокировки карт. Я думаю, что можно с кем-нибудь связаться и попросить сделать вам подарочную карту. То есть у нас можно же пойти так. Идем в магазин. Я не знаю, можно ли это сделать онлайн. Можно. Можно сделать даже онлайн. У Женича была карточка такая. Он на нее скидывал денежки из банка. То есть вам положат вот 29 на нее. И вы за нее расплатитесь один раз. То есть вам продиктуют номер карты, все-все-все. Вы за нее заплатите. Это не будет понятно, что вы расплачиваетесь из России. И у вас будет первый месяц оплачен. Раз второй месяц уже дороже, то и не надо за второй месяц платить. Поставьте себе такую задачу, что найти человека в этот первый месяц. Во что вы будете верить, то и будете получаться. Я платила за полгода, я не помню, долларов 60, может быть, 80. Я не помню уже. Я платила один единственный раз за полгода. Там тоже были предложения за месяц. Столько-то, за два, столько-то. Я сочла, что я себе даю время полгода в мужчинах покопаться. И выбрала очень приемлемую цену. Там не помню, было ли еще за год. Но я выбрала за полгода. Я в эти полгода уложилась. А раз у вас надо кого-то просить, чтобы заплатили, то уже, я думаю, что вот этот вопрос. У вас, наверное, есть подруги из других стран. А если нет, мы можем бросить клич у нас на стриме, кто-нибудь, да, отзовется. Мы делаем добрые дела друг другу для того, чтобы и нам тоже благо в нашу жизнь приходило. Не забывайте делать добрые дела. Пусть на всех эти блага сваливаются. Не хамите никому, не желайте никому ничего плохого. А помогайте, помогайте и помогайте. Вот. Анжелика нам пишет по поводу ролика. А девочки, которая меня не послушала, что в этой стране выйти замуж значительно сложнее, чем из-за границы. И хорошо, что она нам про это написала письмо. Потому что я думаю, что она не единственный человек, который говорит, да мелит она чего-то там. Я поеду, и у меня все получится. И вот Анжелика подтверждает, да, это правда, здесь на месте тяжело найти мужчину. Сейчас живу в США. С мужчиной-американцем встречаюсь уже 10 месяцев. И 6 месяцев мы живем вместе. Ему 60 лет. Он давец. А он мне говорит, что он сейчас не готов жениться. А готов жениться примерно через год. Как на это реагирует? Стоит ли ждать еще год, хотя понятно, что это просто слова. И что будет через год, неизвестно. По поводу того, что вы живете с мужчиной, раз ему 60, то и вам, наверное, не меньше, чем 50. Я не знаю, сколько вы здесь живете. И хорошо ли для вас, что вы живете полгода уже с мужчиной, который пока ничего не пообещал. Потому что у многих сложная ситуация бывает. И даже просто не платить за свое жилье, а пожить на территории мужчины, это уже благо. То есть я не могу тут вам сказать, радоваться этому или не радоваться. По поводу того, что мужчина говорит, что я живусь не раньше, чем через год, он должен это как-то обосновать. Потому что вы 4 месяца встречались. Решили, что да, можно попробовать жить вместе. Я считаю, что 6 месяцев для того, чтобы определиться, у нас есть будущее совместное или нет, этого уже достаточно. Вот я считаю так. Я тянула 3 года, потому что у меня были на то причины. И я в начале как раз этого ролика говорила о том, что я умею считать деньги и вам тоже рекомендую. То есть вы, проживая с этим мужчином полгода, все равно посчитайте, что мне это выгодно, если он вас устраивает. Если не устраивает, то крутим все равно головой и выведите его на разговор на откровенный и задаете вопрос. Лапулечка, я вот проконсультировалась с дамой, и она говорит, что полгода достаточно. Но ты утверждаешь, что ты не готов. Я хотела бы услышать. Почему ты не готов? Что тебя останавливает? Ведь после 4 месяцев свидания мы решили, что надо попробовать. Мы попробовали. Ты откладываешь наши бракосочетания еще на год. Почему? Зачем? Что тебя останавливает? Будь любитель, мне все это расскажи. Можешь не сегодня, потому что я думаю, что тебе тоже надо подумать, как мне все это преподнести. Я думаю, что это не отговорки, что ты меня поматросишь и бросишь, потому что я в этой стране человек новый. Мне надо быть уверенной в своей старости. Раз ему 60, значит у вас старость тоже близко, пенсия близкая, и вам нужно, чтобы эта пенсия была достойной. Вот так ему все расскажите и смотрите. Если вдруг мужчина будет вилять, и вы убедитесь еще больше, что ничего меня там не ждет, то я рекомендую искать другого, зачастую даже проживая с этим мужчиной. Даже если ему станет известно, что вы ходите на сайт из знакомств, вы говорите, а помнишь наш разговор? Ты мне ничего не пообещал. Я не могу остаться в подвешенном состоянии. Да, я живу с тобой в надежде на то, что ты скажешь, нет, Лапуля, я тебя не отпускаю. Я хочу, чтобы ты была уверена в своем будущем, и мы женимся. Тогда я перестаю искать. А если нет, я встречу другого человека, который мне пообещает, что он позаботится о моей старости, я тебе все это честно расскажу и уйду к тому человеку. А почему нет? Ты сам не принял решение, которое мужчина должен такое решение принять, еще просто принимая женщину в свой дом. Ты не сделал этого. Поэтому я не уверена, поэтому я ищу. Давайте на этом сегодня закончим. Остальные кусочки я прочту, потому что там целый разговор, девочки между собой общаются. И я все это решила прочесть и обговорить. Это будет следующий ролик, а уже на стриме мы поговорим по вашим вопросам. Может быть, я еще куда, еще что-то туда накидаю. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. У нас теперь будут по субботам наши стримы снова проводиться. Я еще на стриме про это скажу и накануне выпущу коротенькую зарисовочку о том, что у нас стрим по субботам. Спасибо.